Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня, как я и обещала уже на инстаграм, я хочу сделать видео о покупках, то есть своего рода приготовления к Новому году и Рождеству. В этом видео я хочу уделить время покупкам, а следующее видео уже будет о том, как я все организовала дома к Рождеству и Новому году. Поэтому здесь вокруг меня сейчас настоящий хаос. Не буду вас дальше задерживать. Поехали! Хочу показать вам Дед Морозов. Он больше выглядит как классический Дед Мороз в бордовом халате, с ремнем, с подарками. Мне очень понравился этот Дед Мороз со всеми его деталями. Купила я этого Дед Мороза в прошлом году, где-то в феврале на распродаже. Когда-то он стоил 60 долларов, а на распродаже я его купила за 18 долларов. Красивый классический Дед Мороз. Так, второй Дед Мороз. Я купила два Дед Мороза, так как они стоили очень дешево. И второй Дед Мороз вот в таком вот красивом свитерке, с шапочкой, с мешочком за спиной, с лыжами. Такой скандинавский вариант. У него здесь уги. Очень-очень красиво. Здесь много деталей. И на угах небольшие шишечки. Тоже очень красивый Дед Мороз. Я его тоже куда-нибудь поставлю. Далее у меня еще два Дед Мороза. Их я купила в этом году. Я подумала, что если я не найду тех двух, которые я купила в прошлом году, у меня еще будут вот такие малыши. Я люблю Дед Морозов. Они очень красивые. Один Дед Мороз держит венок и колокольчик. Другой Дед Мороз с коробкой подарков. И мешок подарков у него за спиной. Вот этих двух маленьких Дед Морозов я поставлю у себя в буфете. Мне кажется, они будут смотреться очень даже прекрасно в буфете. Но я вам, конечно же, все покажу. Я попиваю напиток. У меня здесь напиток приготовлен. Это клубнику. Я размяла с сахаром и добавила лед и воды. Получился очень вкусный клубничный напиток. Следующее, что я хотела бы вам показать, это елочку. Раз уж у нас не будет большой елки, я купила вот такую вот симпатичную елку в таком деревянном коробке. Она мне очень-очень понравилась, симпатичная. Выглядит очень натурально. Эта елочка не выглядит искусственно, она выглядит как живая. Хорошего качества елочка. Поэтому, когда я буду украшать дом, она у меня где-нибудь займет важное место. Далее я хочу показать вам шары. У меня, во-первых, есть сейчас вот такой вот шар. Он заводится, играет музыка. Мама медведица и медвежонок. Мне очень нравится вот эта вот подставочка. Она выглядит как кора березы. Вот, так что люблю такие шары. Следующую игрушку я купила. Это вот такой вот паровозик и тоже шар. Очень красивый. Снежный шар. Вот в таком вот исполнении. Паровозик и сам шар. Тоже очень красиво. И тоже музыка играет. Вот такой вот красивый снежный шар. Паровозик. В этом году к нам приедут родственники из Нью-Йорка. И изначально они планировали приехать с детишками. Поэтому мы думали, мы купим живую елку. Купим паровозик. Вокруг елки на полу. И детям будет интересно таким образом. Но, как оказалось, в итоге они приезжают без детей. Поэтому я говорю супругу, что давай не будем наряжать елку. А у меня есть другая идея. Организовать очень красивую елочную гирлянду вокруг нашего камина. В следующем видео я уже покажу вам, как я что сделала. Потому что я еще, честно сказать, даже не знаю, как это будет выглядеть. Это нужно уже начать организовывать, украшать. И только уже потом будет виден итог. Далее, что я купила. Это вот такое вот количество веток. Хвойные веточки уже с шишками. У меня здесь их несколько. Мне кажется, они пригодятся мне, когда я буду делать вот красивую композицию над камином. Чтобы создать больше объем, чтобы это была пышная гирлянда. Вот я подкупила вот таких веточек с шишками. И купила вот такие вот две ветки тоже, чтобы создать объем. И чтобы создать немножечко снега на гирлянде. Такие вот две красивые ветки с шишками. Чтобы сделать композицию над камином более яркой, я подкупила вот таких вот веточек. Это ветки с блестками, с пайетками. И также в золотом исполнении. Все это, конечно, будет нужно смотреть, как я это буду украшать. Я вам покажу обязательно в видео, как и что я буду делать. Потому что сейчас я только подкупила всего, чтобы у меня было чем украшать. А далее я, конечно, уже вам покажу, как и что я буду делать. Следующее, что я купила, тоже очень красивое. Я купила по две каждой. Это вот такие вот приспособления с крючком, на которые вешаются чулки, новогодние чулки, чтобы туда клались подарки. Купила четыре таких держателя для носков, но на них я планирую вешать игрушки. Опять-таки, у меня что-то есть такое в голове, какая-то идея, но как это все будет выглядеть в реале, я не знаю. Но мне очень понравилось, как выполнено на проволоку, на низом бисер. И это все выглядит очень красиво. Две вот таких вот снежинки. Вторая пара выглядит вот так. Мне просто нужно уже начать создавать композицию над камином, и уже тогда будет понятно, что куда пойдет. Далее я купила также много хвойных гирлян. Вот эта мне очень понравилась. Я ее хочу сделать как центральной. Так, сейчас я ее аккуратненько распакую. Опа! Она идет уже с шишками. И она качественная. Это не совсем дешевая гирлянда. Вот такую вот. Ой, она вся переворачивается. Да, вот такую одну гирлянду. И другие две, я, наверное, их не буду сейчас доставать. Они занимают очень много места. И поэтому, ну, понимаете, вот это будет как центральная. И поверх уже других двух. Но я хочу создать очень пышную композицию. Поэтому посмотрим, что у нас получится. Так. Опа! Все уронила. Следующее, что я хочу вам показать, это шары. Я купила вот такие вот шарики. Это елочные шары в нежно-перламутровом розовом цвете и в цвете шампанского. Я очень хочу, чтобы моя композиция выглядела очень нежно. И, ну, вот красиво и нежно. Я не хочу красного, синего. Я хочу вот какие-то вот такие вот орнаменты. Красивые и нежные игрушки. Опять же, посмотрим, как это все будет выглядеть. Также я купила вот такую вот электрическую гирлянду, которую, конечно же, вся композиция должна быть подсвечена, выглядеть торжественно. Здесь купила 150 маленьких лампочек желтого цвета. Да, я не хочу разноцветные, я не хочу какие-то разноцветные огоньки. Я хочу желтые огоньки одного цвета. И, да, мне кажется, будет выглядеть торжественно. Но, опять-таки, не буду зарекаться. Посмотрим, как уже в итоге все получится. Далее, что касаемо игрушек, посмотрите вот на эту тарелку большую. Тарелку саму я вам тоже покажу. Я ее купила к Новому году. У меня здесь целая тарелка. Ах, замечательных игрушек. Во-первых, посмотрите на вот такого вот Деда Мороза. У меня прям фишка по Дедам Морозам. Я их люблю. Очень качественная игрушка. Купила я ее у нас в Хобби Лобби. Некоторые игрушки, я вам сегодня покажу, они дорогие. А некоторые я купила, вот как, к примеру, вот такой чулок в доллар-магазине. Она стоила всего лишь доллар. Такой вот чулочек. Тоже очень красивая. Мне кажется, все игрушки я вам покажу поближе, потому что их нужно рассмотреть. Они слишком красивые, чтобы их просто так проигнорировать. Так что игрушки я вам покажу сейчас поближе. И вот красивые игрушки я купила в магазине за доллар, где все по доллару. Такие вот небольшие коробочки. У меня их две. И так вот они выглядят. Посмотрим, как они будут смотреться на моей композиции. Также в доллар-магазине я купила вот такие две игрушки. Жемчуг в моде. Мне кажется, жемчуг всегда в моде. Это такой классический камень, как он может быть не в моде. Вот такие вот игрушки тоже очень красивые. Узорные, с жемчугом. И тоже золото есть. А далее я купила тоже в доллар-магазине, где все за доллар. Вот такой вот чулок. И вот такую вот шапочку. Тоже выглядит очень красиво. Я купила четыре вот такие вот. Как их назвать? Они не снежинки, не цветы. Но вот сами видите, как они выглядят. Очень красивые. Очень нравятся тоже. Мне кажется, будет красиво смотреться. У меня их четыре штучки. Так, четыре штучки. Вот канди кейн. Кейн – это трость. То есть канди – это сладость, карамель, что-то в этом роде. Но такая игрушечка милая под сладкую карамель. Трость карамель. Тоже очень красивая. С красивым бисером обклеена. Очень милая игрушка. Тоже посмотрите, как она будет выглядеть. Дальше у меня здесь белочка. Вот такая вот милашка. Вот так выглядит Дед Мороз. Тоже детальная игрушка. Стеклянная. Очень красивая. Вот такая вот карета. Тоже шикарная игрушка. Тыква-карета для Золушки. У меня есть вот такие вот пончики. Тоже с красивым бисером. Это стекло. Посмотрим, как они будут смотреться на моей композиции. Красивые. Выглядят, как настоящие. Дальше. У меня идут два капкейка. То есть два кекса. Тоже очень симпатичные. Стеклянные. Очень милые. Жду не дождусь, как завтра начну украшать дом. То есть у меня ожидают приятные хлопоты. Да, прелесть. Следующее, что я хочу показать. Я купила вот такого жестяного Деда Мороза. Он тоже, видите, с какими... Как он прекрасно сделан. На самом деле, это коробочка для конфет. В ней находятся конфеты. Я начинаю подкупать подарки. То есть к основному подарку вложить еще, может быть, вот такого Деда Мороза. С конфетами внутри. Вот. У него вот такой вот мешок с игрушками. Красиво сделан. Прекрасная жестяная коробочка с конфетами внутри. Также я купила вот такие два больших ореха. Ферреро Роше. Тоже конфеты внутри. Там, по-моему, находится в шоколаде пластмассовое яйцо. И далее уже Ферреро Роше конфеты. Вот. А планирую я их поместить с основным подарком. Вот в такую вот коробочку. Я купила вот такие вот. Одну вот такую коробку. То есть я помещу сюда, допустим, вот планирую сюда поместить аромат. Hourglass блеск для губ. Небольшой красивый полуверка шумировый. И еще и конфеты Ферреро Роше. И потом, после этого, у меня есть вот такая вот... Это пленка. Она прозрачная. Прозрачная. Но она идет вот с такими вот... Не знаю, видно, не видно. Она в горошек. Она прозрачная. Но она в ярко-красно-зеленый-белый горошек. То есть я могу это все бантом завязать. Поверх этой коробки. То есть будет очень красивый рождественский подарок. Жду не дождусь, когда уже начну упаковывать подарки. И также купила еще вот такую небольшую ведерко. Я хочу наполнить его конфетами из русского магазина. Потому что, мне кажется, они самые вкусные. И также вот эти вот киндер-сюрприз яйца. Хочу тоже вот все это наполнить. Два таких ведерка взяла. У нас на работе у одного сотрудника двое ребятишек. Я хочу им также оформить красиво с мандаринками. Вы знаете, как вот в Советском Союзе у нас были пакеты конфет, мандаринки, орешки. Вот я хочу это как-то так создать. Еще точно не знаю, как это все будет выглядеть. Но пока я вам показываю, что я купила. Также купила вот такую вот красивую коробочку. Ее я, наверное... Сейчас я сниму оболочку. Она сейчас у меня закрыта. В нее тоже можно поместить подарки. В общем, я не знаю. Может быть, я сюда еще кому-то подарок вложу. Но все равно уже какие-то такие вот коробки нужны. И чтобы в последний момент уже не бегать, там что-то не искать. Коробки вот я подкупила несколько коробочек. Посмотрим, как и что я в них организую. По-моему, насчет декора я вам уже все показала. Далее я хочу показать вам свечу, которую я купила. А я планирую зажигать вот где-то в середине декабря по 7 января. Я буду зажигать много свечей. Вот люблю я свечи, люблю я это дело. И у нас сейчас обещают похолодание. Так вообще прелесть. Ах, какая прекрасная свеча. Посмотрите. Это вот такая белая свеча. Ох, тяжелая. Огромная. Здесь три фитилька. И аромат называется Pine Corn. То есть это, наверное, либо кедровая шишка, либо сосновая шишка. Ну, я так думаю, сосновая шишка. Pine это, по-моему, сосна, а не кедр. Кедр, по-моему, другое название. Но все равно это аромат сосновой шишки. Но это очень... Ой, блин. Знаете, открыть это какая-то дилемма. Аромат не хвои, вот чисто-чисто хвои. Вот я вам показывала зеленую свечку в предыдущем видео хвоя. А это более что-то нежное. Хорошо будет ее зажигать, когда мы будем кушать, когда будет готовиться обед. Чтобы вот такие вот сильные ароматы ванили, хвои не перебивали аппетит. Потому что, если зажигать такие сильно ароматизированные свечи, они все равно немножко сбивают аппетит, на мой взгляд. А вот это вот прекрасная свеча. У меня еще одна свеча есть, но почему-то я ее рядом с собой не вижу. Возможно, она еще в машине лежит. Но когда я буду показывать вам свое видео, как я организовала все дома, я вам покажу эту свечу. Она пахнет хвоей, она зеленая. Я люблю зеленые свечи. Я люблю вот почему-то зеленые свечи. У меня прям какая-то слабость к зеленым свечам. Я не знаю почему. Очень их люблю. И люблю хвойный аромат. Конечно, так как живой елки уже не будет. Хотя, возможно, я сделаю экибану. Возможно. А возможно, я захочу розовые розы. Я еще точно не знаю. Но это у нас еще все впереди. Санта-Клаус, игрушки, конфеты, елочные какие-то декоративные веточки я вам показала. Далее давайте пойдем на кухню. Все-таки, ну вы знаете, когда вы встречаете гостей, хочется же блеснуть своей посудой. Поэтому раз уж у нас будут гости, я купила вот такие маты. У меня где-то есть серебряные маты, но они где-то в коробках. Я их даже не найду сейчас. Но я купила себе вот такие красивые маты. Они идут с серебристой либо проволокой, либо нить. Не знаю даже, как это сказать. Но они выглядят очень празднично. И они поблескивают. Под эти маты у меня пойдет скатерть. Это скатерть. Даже не знаю, с чего она сделана. Но она со снежинками. Если тоже серебристые снежинки. Очень красиво. Мне кажется, вот с такими матами будет идеально смотреться. На столе. Я хочу вот тематику моей рождественской сказки, чтобы она была вот более нежной. Где-то какие-то детали. Красные, зеленые. Но так в основном я хочу серебристо-пастельный, искрящийся. Что-то нежное, шампанское. Не знаю, не знаю. Посмотрим, что получится. Потому что у меня сейчас в голове там рой мысли. А что в итоге будет, вот когда-то и увидят. Далее у нас в доллар-магазине я купила вот таких два новогодних полотенчика. Я, знаете, такие полотенца, я хочу просто, допустим, что-то схватить горячее. Не жалко их использовать. Они стоили доллар. На них красивый принт елки с подарками. Все с люрексом, снежинки. Ну, вот вся новогодняя тематика. Будет не жалко их, как бы, и масло, если на них попадет. Или еще что-то при готовке. То есть, это нормально. Ну, а более такие вот хорошие полотенца. Я купила вот такие два. Тоже белые с серыми снежинками. Очень-очень нежно, красиво смотрятся. Прям бесподобно. Ну, качество, конечно, отменное у этих полотенец. Буду держать их на виду. Тоже очень красивые. На белом фоне серые снежинки. Очень стильно. Эй, коты, вы меня испугали. Мои коты играются. Я забыла про свой напиток. Вы слышите? Это играют мои коты с игрушкой. Далее я купила вот такую вот подставочку. Я уже давно такое мечтала. Такие подставки для орехов, для, может быть, чипсы какие-то. Я даже не знаю, что сюда пойдет. Может быть, сладкий попкорн тоже очень будет, мне кажется, хорошо смотреться. Опять же, посмотрим уже позже, что я буду готовить. Я еще даже список не составляла, что я буду готовить. У меня будут гости два дня. Поэтому мне нужно подготовить, что я буду готовить на завтрак, на ужин, на обед. Конечно, мы будем ходить и в рестораны. Но все равно какая-то закуска должна быть дома. Особенно в эти праздничные дни. Бази, а я тебя не показывала в прошлом видео. Это мой Бази. Где Бази? Он у меня пушистый. Пушистый такой. Это Базьки. Где мой маленький? Где мой красивый? Иди-таки. Далее я купила вот такую вот разделочную доску. Я использую такие вот срезы дерева под сыр, под какие-то оливки, под какие-то закуски. Хотя даже можно ее использовать как разделочную доску. Она идет здесь на ножках. Очень удобно даже под все, что угодно. Но так как она выглядит очень красиво, мне как-то жалко ее использовать под нож. Мне кажется, для презентации блюд очень красиво иметь такую вот деревянную, вот такой деревянный срез дерева. Слишком жалко испортить ее ножом. Вот. Так что такая вещь. Далее я хочу показать вам блюдо, которое я буду использовать в эти рождественско-новогодние праздники. Это очень красивое сделано в Италии блюдо. И выглядит оно вот таким вот образом. Здесь две большие ручки и филигры идет по краю самой чаши, по саму блюду. Это выглядит настолько красиво. Она выглядит очень-очень по-праздничному. Я обожаю такую посуду. Посмотрите. Красивое большое блюдо. Я не знаю, что я буду здесь подавать, но все, что не подашь, даже салат будет выглядеть просто по-королевски. Очень-очень красивая тарелка. Буду ее беречь. Надеюсь, я вас слишком сильно не утомила. Хочу показать вам также свои украшения, которые я планирую надеть на Рождество, Новый год. Мне понравились вот такие вот сережки с кубиками циркония и с красными вставочками. Красные камни вставки здесь идут. Ну, это, наверное, крашеный циркон. Выглядят они по-праздничному красиво. Я не знаю, почему мне захотелось красных камней под цвет рубина. Я также купила себе браслетик вот в такой вот красивой коробочке. Тоже под цвет рубина камни. Браслетик пришел на такой вот красивой подушечке. И что мне нравится в этом браслете, то что здесь можно менять размер на любое запястье. То есть здесь не какой-то определенный замочек, а вот можно варьировать размер. И вот такие вот вставочки красивые, золотые. Опять же, с красным камнем. Мне очень понравился этот камень. Так, выглядит очень красиво. Я купила для своих гостей тапочки. Если им не понравятся эти тапочки, у меня есть еще новые тапочки. Это вот такие вот как барашки выглядящие тапки. И у них, кстати, открытый носок. Я очень люблю, когда носок открыт. Потому что, мне кажется, тогда ногти дышат. Ну, как-то вот, я не знаю, я люблю видеть свой красивый педикюр вот в таких тапочках. Вот это прямо моя любовь, такие тапки, кстати. Далее я купила себе вот такие тапочки. Я буду их носить, когда у нас будут гости. Вот, потому что я смотрю мои розовые тапки, в которые я хожу каждый день. Они уже немножечко поизмотались, чтобы уж ходить в приличной обуви. Такими были мои покупки на сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в скором следующем видео. До новых встреч и пока! Пучки какие они прелестные! Субтитры сделал DimaTorzok